здравствуйте уважаемые слушатели у нас тут такое подвернулся интересный повод записать видео это собственно заочная дискуссия которую невольно начал леонид александрович и соответственно ответ игоря александровича яковенко который записал целое видео посвящено разбору реплики леонида александровича о том есть ли в россии фашистский режим ну собственно это такой своеобразный ответ здравствуйте леонид александрович вам слово добрый день но это тут есть несколько аспектов эта история комический пропагандистские более интересные значит комический это собственно что касается ответа яковенко но по-видимому считает что счастье это когда тебя называют я его назвал и по этой причине он в ответ там битый час говорил у каждого свое счастье вот комично там то что он начал свой ответ с того что он значит перечислил два обстоятельства которые называл что вот я сказал что в россии нет фашизма потому что значит а вот яковенко и другие выступают никто им ничего не делает яковенко даже сказал что вот его не расстреливают но не расстреливают да и кроме того что не расстреливают милицию не вызывают и никаких неприятностей мы не делал вообще ничего живет как живет хотя единственное чем он занимается это проводят бесконечные сеансы тренингов ненависти к путин вот а второе что он сказал значит что вот я говорю что войны не будет имеется ввиду война россии с украины действительно в течение последнего месяца яковенко пиантковский фигин и масса других и кстати из россии из официальной стороны были такие пропагандованы они не официальные пропагандованы прямо говорили что будет война официальные пропагандованы намекали что возможно война но я был одним из немногих не единственным конечно но одним из немногих кто говорил что никакой войны не будет вот эти два мои значит высказывание коленка привел и все ну комично тут то что по видимо я ошибся и действительно война это было и я приношу свои изменения что я проворонил это обстоятельства каким-то образом а второе что по видимо и опять-таки ошибся и ковенко расстрелян и это видео он записал по видимо накануне расстрела или накануне посадки ну вот как юлиус фучек там репортаж спит левина шею вот он в последние минуты перед арестом уже сжог все опасные документы решил мне ответить поскольку об этом я тоже не знал что он арестован то значит вот он меня дважды уел и война случилась и его арестовали вот это аспект комический значит второй аспект пропагандистский значит из чего собственно состоит выступление и к венка он там битый час цитирует из итальянского писателя мберто эко который дал свое определение фашизм ну многие давали и когда вы другие давай вот значит перечисляет он там значит 14 признаков фашизма и доказывает что все они в россии есть значит но почему это пропаганда но потому что эти при во первых эти признаки фашизма это самое главное относится к очень широкому кругу явлений которые называются фашистки но например нацизм германии это фашизм режим салазара в португалии который продолжался там черты на сколько лет лет 40 и при котором практически никого не казнили это фашизм сталинский режим который был тоталитарным обществом тоже многие называют фашизмом ну красный фашизм фашизмом называли также режима восточной европе например режим пилсуцкого в польше режимы в венгрии хорти в румынии режима в прибалтике то есть это необыкновенно широкое понятие как собственно и должно быть когда речь идет о любом мировом феномене ну скажем швеции социализм и в советском союзе был социализм и в чехословакии был социализм а некоторые говорят что сейчас в америке социализм то есть это название само по себе это довольно широкая метафора то вот значит а что касается признаков которые признаков фашизма который перечислил яковенко они очень разные некоторые абсолютно относятся к россии на сто процентов но скажем полицейское государство отсутствие выборов обращение в прошлое агрессивная риторика презрение правящих лет но правящего там вождя к науке к интеллекту вот ну что еще но там целый ряд вот такие лаяс наличие новоязм не 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 сейчас об этом скажем вот значит ну там целый ряд вот таких вещей которые несомненно в россии присутствуют в этом никто ни одной секунды из минимально нормальных людей ни одной секунды не сомневается есть вещи которые он называет и которые в россии сомнительно ну скажем значит некрофилия государственная тяга к смерти но действительно вот эти при желании можно эти шествия бессмертного полка считать проявлением тяги к смерти или там высказывание путина умрем тишь под москвой там мы умрем то есть мы там попадем в рай они подохнут можно это называть тягой к смерти а можно это называть просто пустейшей болтовни какой-то системной пропаганды тяги к смерти я в россии не заметил вот испанские фашисты в нем был такой крик до смерти вот на россию мало похоже такая романтика это по моему не про россию вот но естественно отсутствие свободы слова ну то есть на больших каналах конечно и я нет цензура там и тогда вот есть вещи которые красиво абсолютно не относятся и ковенко просто говорит неправду элементарную такую детскую неправду когда их приписывает ну скажем расизм и ксенофобия но он передергивает но весьма неловко надо сказать карта из рукава выпадает действительно в россии была были вспышки и есть вспышки ведутся ксенофобская пропаганда допустим в отношении украины но это государственная ксенофобия то есть это проклятие в адрес государства украина но это не имеет никакого отношения к расизму то есть заявлением что украинцы как люди какие-то неполноценные там низшая порода обезьян и так далее уж тем более к практике преследования людей по национальным признакам подменяя одно понятие другим это такое примитивное передергивание совершенно если уж где-то есть расизм в таком классическом ключе то скорее как я понимаю в украине где во первых проклинают государство россии а во вторых русских называют там недочеловеками в той или иной форме некий слова для этого придуманы значит монголы значит жители мордора там всякие прямые нацисты на вроде там бабченко призывают их убивать радуются когда их убивают это вот такой нацизм классический в россии нацизма по отношению к людям нет а проклятие адрес государства унижение государства и фобия в отношении государства есть да и прошу прощения я бы наверное сразу был такую ремарку внес в том плане что этот дискурс он не свойственен украинской общественности он максимум свойственен украинским пропагандистам то есть я знаю очень много украинцев в общем они не питают и даже по социологическим опросам это по это видно что сами по себе украинцы относятся совершенно спокойно нейтрально можно сказать положительно к жителям россии ну разные есть но в основном конечно люди нормальные в основном не все же живут в телевизоре вот значит и второй признак который тоже это неправда что относится к россии это признак действительно существенный который называю назван вот в книжке эко это новояз это то что обожал на чем он всю свою книгу построил новое новое действительно был некоторых фашистских или тоталитарных государствам но от германии новояс от сокращения которые сами по себе имеет самодостаточный смысл ссс там sd hitler юген еще гораздо более развит это было в советском союзе где просто, значит, реально был новояз. ВКПБ, КПСС, ОГПУ, КГБ. Это были не просто заглавные буквы, аббревиатуры. Это были самодостаточные понятия, которые все понимали без расшифровки. И никому не надо было говорить, что КГБ – это комитет госбезопасности. И так вот это слово, оно было веское. Ну вот, как, допустим, МК. Никого же не интересует, что это якобы какой-то там московский комсомолец. Просто бренд, МК. Вот, таких брендов в путинской России нет. И это очень существенное обстоятельство. Да, Путин говорит довольно грубым языком, но это простой русский язык, самый обыкновенный. Почему брендов таких нет и почему это существенно? Это существенно, потому что язык выражает мысль, выражает идеологию. Специальная терминология выражает идеологию. У путинизма идеологии нет, что, кстати, несколько раз сказал сам Яковенко, да, это общеизвестный факт. Все знают, что идеологии у путинизма нет. А коли идеологии нет, то нет и нужных, необходимых ей терминов, то есть сокращений. И вот это отсутствие идеологии, это капитальный факт, который и позволяет говорить о том, есть в России фашизм или нет. Значит, еще раз, фашизм – понятие растяжимое. Это большой социологический термин. Так же, как любой крупный социологический термин. Вот феодализм. Можно сказать, что в России феодальная экономика, которая живет земельной рентой. Ну, не сельскохозяйственная, а добычей полезных ископаемых. Можно сказать, что это не феодализм, а это государственный капитализм. Можно сказать, что это элементы государственного социализма, ну и так далее. То есть, социологические термины – это понятие широко, понятие спокойное и понятие, предполагающее некий анализ. Но есть термины из разряда сокращений как раз, аббревиатур, которые самодостаточны. Фашизм, нацизм – это, с одной стороны, научный термин, о чем, собственно, и пишет, по-видимому, ЭКО. А с другой стороны, это идеологическое клише, ну просто ругательство. Просто ругательство. И вот задача пропагандиста – это самодостаточное, самоиграющее ругательство – приклеить как бубнового туза к спине Путина. После того, как приклеили, разговоры все закрыты, тема бесполезна. Ну, это все равно, что сказать, что человек там ганнибал-лектор, Фредди Крюгер, Чикатило и так далее. Тема закрыта. Это абсолютное зло. Это абсолютное зло. Это Гитлер сегодня. Это, значит, дама неприятная во всех отношениях. Обсуждать нечего. Бороться надо. Но о борьбе я распространяться не буду. Яковенко несколько раз употребил термин «оппозиция», к которому, по-видимому, себя причисляет. Это, по-моему, тоже ложь. Никакой оппозиции в России нет. И быть не может по объективным вполне причинам. Потому что в тюрьму люди не хотят. А организованное противостояние власти заканчивается тюрьмой. Вот, Игорь Александрович, много лет проводит пятиминутки ненависти в отношении Путина, а никто у него волос на голове не тронул. Почему? Потому что он человек осторожный, аккуратный, в тюрьму не хочет, законы соблюдает. Не перепечатывает то, что запрещено там, не, значит, участвует ни в каких организованных действиях, не призывает ни к каким насильственным и иным акциям, а может жить спокойно. Вот. Поэтому оппозиции я бы это не назвал. Это критики, ворчуны. Ну, не знаю, ну, по-разному можно сказать, так. Ну, мне кажется, что слово вот такие пожилые ворчуны, оно наиболее точно подходит к описанию. Ну, это, конечно, звучит обидно, оппозиция, оно красивше, понятно. Вот, значит, то же самое и с Путиным. Значит, сказать, что он фашист, это очень красиво. Это резко поднимает самооценку. Если он фашист, то я антифашист. Бэлла-чао, 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 чао, чао. Почти партизан. Красиво, но это неправда. Значит, по крайней мере, те признаки, которые перечислил Яковенко, исходя из, значит, Умберта Эка, это части пазла, части пазла. И этот пазл можно складывать совершенно по-разному. Были при Гитлере эти части, были. И, значит, фиксация на прошлом, мифологии прошлого. И, естественно, отсутствие выборов, и полицейский режим, все это было. Были такие признаки, допустим, в режиме Пилсудского? Я думаю, я не большой специалист по Пилсудскому, но вполне возможно, что были. Есть такие признаки, допустим, в Таджикистане? Думаю, что есть. Есть такие признаки в России? Безусловно, есть. Были такие признаки в Николаевской России? Я имею в виду Николая I XIX века? Да, были. Конца Александра I? Да, были. Александра III? Да, были. То есть это очень широкий набор признаков, которые не закрывают гештальт, не формируют пазл. Вы хотите в пропагандистских целях безусловный раздражитель под названием фашизм приклеить к режиму Путина. Это понятно. Как положено пропагандисту, вы говорите часть правды, а остальное просто слушатель должен домыслить на общей эмоциональной волне, тем более, что ему слушателю это приятно. Еще раз повторяю, если Путин фашист, то я антифашист, это поднимает самооценку. Я, значит, не просто пикейные жилеты ворчу, но я антифашист. Но в действительности, если вы из всего огромного массива, из периодической таблицы элементов фашизма выбираете самый жгучий, единственно вам нужный и дающий вам ощущение борьбы, значимости абсолютного зла и так далее. То есть Гитлера, или если вы берете тоталитарный режим, типа сталинского, то названных вами признаков, очевидно, недостаточно. Должны быть другие признаки, а именно. Внешняя экспансия. Главное, что было в Гитлере. Настоящий расизм. Не обвинение украинского государства, а настоящий расизм. Вплоть до окончательного решения. И, конечно, массовый террор. Реальный массовый террор. Вот если эти признаки есть, то, конечно, вы имеете дело с гитлеризмом. Безусловно. Хотите со сталинизмом. Ради бога. Но вы делаете подмену. Этих признаков нет. Но вы задним числом пытаетесь их протащить, назвав слово фашизм-нацизм. У людей возникает эмоциональная ассоциация. И они домысливают эти признаки. Ну, Павловский эксперимент. У собаки есть безусловный рефлекс на мясо. И условный на звонок. Который иногда связан с мясом. Ей дают только звонок, у нее начинает отделяться слюна, как будто бы есть мясо. Так вот, мяса нет. На сегодняшний день путинский режим гораздо больше похож на традиционный, реакционный, консервативный, полицейский режим в России. Именно такой, который был в 19 веке. Отчасти похож на, как мне кажется, я небольшой спец, но, по-моему, немножко похож на режимы типа Салазара, Франка и так далее. Чем отличается от большого фашизма? Повторяю, отсутствие внешней экспансии, отсутствие массового террора. Что сближает? Полицейский режим, тяга в прошлое, презрение к разуму и так далее, и так далее. Значит, Яковенко говорит, что он таким образом ставит диагноз. Понятно, но диагноз вы ставите неправильный. А из неправильного диагноза следуют неправильные выводы. Простейший пример. Вот люди, которые искренне или неискренно убеждают себя и других, что в России фашизм все время... Гитлеровский фашизм. Давайте уточним. Нацизм, гитлеризм. Не Пилсудский, не Салазар, не, я не знаю, венгерские какие-то хорти, а именно гитлеровский нацизм. Они, соответственно, исходя из своей гипотезы, все время ждут войны. И ждут неправильно. Войны этой нет. Поэтому, что их диагноз неправильный. Позвольте тут уже не согласиться с вами. В том смысле, что путинский режим, конечно, на мой взгляд, не похож на режим Франка. В том плане, что, во-первых, я бы сказал бы про Франка. Ну, просто, что франкизм, это фашизм до какого-то определенного этапа, так скажем. То есть, в 30-е годы нет сомнения, что действовали консулы Гиря там. И тогда, хотя евреев, например, не выдавали франкисты. Это тоже довольно-таки странно. И воевали не очень охотно. Но дело же не в этом. Дело в системе. Вот система Франка была до 45-го года включительно фашистская. Тут нет вопросов. Но и после 45-го года она уже, конечно, не была фашистской. Не только потому, что Франка отрекся, так скажем, от своих идеалов. Но еще и по той причине, что не действовала система массового террора. Однако, для франкистского режима очень характерно было этот тотальный контроль над всеми сферами жизни общества. Это сохранялось вплоть до реставрации монархии. То есть, например, женщине, чтобы появиться с мужчиной на людях, нужно было разрешение. Ну и так далее. То есть, личная жизнь регулировалась. То есть, взяться за ручку женщины и мужчины не могли, не зарегистрировавшись в браке. Были все эти организации наподобие пионеров в СССР, комсомола и так далее. Это тоже, кстати, один из признаков фашистского режима. То есть, франкистский режим после войны уже не был фашистским, это первое. Но он все равно был жестче современного путинского режима, несравнимо жестче. И путинский режим от франкистского даже в самой лайт-версии находится очень далеко, на мой взгляд. Согласен. Но я небольшой спец по франке, я просто, может быть, в общем ряду, как перечисление приводил. Короче говоря, делаете вы, исходя из своей пропаганды, потому что теория это назвать нельзя, она не выдерживает никакой критики. Но явно просто много случаев неправды, очевидных натяжек, передержек, подмен. Вот, делаете вы, исходя из своей пропаганды, выводы, выводы эти неправильные. Вот, например, с этой украинской войной, которую просто объявили уже многие блогеры, это характерный пример неправильного, ошибочного прогноза. Вот, теперь, значит, кстати сказать, многие признаки фашизма, о которых говорит Яковенко, естественно, относятся к нему. Ну, вот, кто так обзывается, тот сам так называется, как говорит Путин. Ну, в самом деле, фиксация на прошлом. Ну, конечно, фиксация на прошлом, если вы все время апеллируете в 2021 году к образцам фашизма середины, значит, 20 века. Причем это не занятие истории, историей занимайтесь, нет проблем. А это ощущение, что вы живете в это время, вот как Путин, который пытается создать иллюзию, что он живет в 45-м году. А вы пытаетесь создать иллюзию, что вы живете не то в 37-м, если о Советском Союзе речь идет, не то там в 34-м, если речь идет о Германии. Мифология прошлого, так. Затем, значит, нетерпимость, пятиминутки ненависти. Ну, естественно, Яковенко, как любой, значит, пропагандист определенной идеологии, занимается пятиминутками ненависти. Причем не только к Путину, но вот, скажем, ко мне, например. Он не кричит, я ненавижу Радзиховского, нет, но если я не проклинаю Путина с той яростью, с какой этого требует райкомпартия, то, значит, я, соответственно, агент Путина. Я, соответственно, тайный или не очень тайный агент ФСБ, администрации президента, еще чей-то агент. То есть, это вот такое манихейское пропагандистское мышление. Кто не с нами, тот против нас. Это тоже, значит, элемент фашизма, так. Вот. Ну и так далее. То есть, порыться полиция мысли. Это все, значит, элементы фашизма. Но элементы не складываются в пазл. Почему? Потому что для того, чтобы я мог сказать, вот Яковенко, это фашист, нацист гитлеровского образца. Нет, это неправда. Например, он не устраивает на меня покушений. Не дожидается меня с кирпичем у подъезда. Или не пишет на меня донос ФСБ. Ну, по-видимому, не пишет. Или не кричит, что вот я еврей, и поэтому я продажный агент, значит, администрации президента. То есть, центральной скрепы, которому позволялось сказать, перед нами не просто пропагандист, склонный жить в прошлом и бороться с тенями прошлого или изображать эту борьбу, а перед нами фашист, этой центральной скрепы нет. Поэтому, уважаемый Игорь Александрович, вот если нет центральной скрепы, то не надо ее выдумывать. Вот у Путина этой центральной скрепы тоже нет, как мне кажется. Какая центральная скрепа? Центральная скрепа – это не критическая, фанатическая вера в некоторую идею, в некоторую сверхценную идеологию, которая позволяет человеку творить чудеса. Дайте мне точку опоры в виде идеологии, я переверну мир. Вот у Гитлера такая вера, несомненно, была. Поэтому он совершал целый ряд поступков с обычной точки зрения, малообъяснимых. Например, зачем убивать всех евреев, тратить на это огромные ресурсы, а главное – терять ценнейшие кадры, научные, технические и так далее. Потому что такова идеология. И главное вообще – зачем начинать мировую войну? Идеология заела. Как вот в «Золотом теленке» сказано, идеология заела. А какая в ребусном деле может быть идеология? Так вот, у Путина ребусное дело, идеологии нет. Соответственно, нет энергетики, которая дает идеологию. Нет драйва, которая дает идеологию. А у большого фашизма, типа гитлеровского, идеология была. У малых фашизмов, у размытых фашизмов, опять же, Салазар, Прибалтика, может быть, какие-то современные государства, может, в Средней Азии какие-то государства. У них такой сверхценной идеологии нет. Вот, собственно говоря, в чем принципиальная разница. И почему говорить о фашизме, как мне кажется, о большом фашизме, о том фашизме, который вам нужен. Потому что любому российскому гражданину, путинисту, очень обидно сравниваться с Прибалтикой или с Португалией. Точно так же любому российскому гражданину, антипутинисту, точно так же обидно сравнивать режим Путина с какими-нибудь там Ульманисом или Салазаром. Это унижает, это опускает. Так мы до мышей дотрахаемся. Вот, собственно говоря, уж гулять так гулять, мы сверхдержава. Как Путин говорит, мы сверхдержава. Мы с кем боремся? С Украиной, что ли? Мы с Америкой боремся. Как Яковенко и компания говорят, Путин фашист. Но не типа там какого-то полуфашика Ульманиса или там какого-нибудь Хорти. Смешно говорить. Гитлер. Путин это Гитлер сегодня. Это опять путинская, совершенно путинская, точнее общероссийская. Мания величия, общероссийская идеологическая мания. Вполне типично. Вот. Это значит пропагандистский аспект. Пропаганда, она и есть пропаганда. Немножко передергая, немножко вранья, немножко правды и суп готов. И народ его с удовольствием чавкает. Тем более, что, повторяю еще раз, это очень лестно. Путинистам лестно, что они участвуют в действиях Великой России. Антипутинистам лестно, что они не щадя живота, рискуя жизнью, борются с гитлеровским, современным гитлеровским фашизмом. И то, и другое неправда. Теперь, значит, все-таки что же можно сказать про путинский режим? Вот это, мне кажется, самое любопытное. Значит, несомненно, путинский режим – это реакционный, консервативный, полицейский режим. Режим загнивающий, в том смысле, что у него нет ни целей, ни перспектив. Они даже не могут их формально назвать. Когда-то были вот эти проекты 2020. Сейчас о них и не заикаются даже. То есть просто кружение по кругу и виртуальная борьба с разными яковенками. Кстати, если уж кто помогает режиму, объективно, разумеется, то это, конечно, вот такие, значит, ворчуны, которые, с одной стороны, никакой опасности, естественно, ни для кого не представляют, а с другой стороны, дают материал пропагандистам режима кричать про пятую колонну, про врагов. То есть оправдывать свое существование. Но вот здесь есть два любопытных момента, на которые я хотел бы обратить внимание, но это не закончить. Первый момент. Большинство реакционных режимов наиболее жестокие в момент своего возникновения. Вот вы привели пример с Франко. Аналогичные примеры можно привести со многими режимами. Даже Китай, между прочим. Потому что тоталитарный режим был наиболее жесток в момент возникновения. Гражданская война, потом Великая культурная революция. Ужас, ужас, ужас. Потом начал ослабевать. В этом смысле современный Китай гораздо ближе по этой линейке к фашистскому государству. Но даже он не является фашистским государством. Потому что фашистское государство, на мой взгляд, это государство, которое пытается растворить личность человека. То есть установить над ним полный контроль. Но даже в Китае этого нет. Но бывают режимы, которые становятся более жестоки со временем. Наливаются, как говорится, соком. Это обычно как раз реакционный загнивающий режим. Вот классический пример Александр I российский. В дни Александровых прекрасное начало. У него были большие планы, большие проекты. В конце жизни это было очень похоже на нынешний российский режим. Ну, конечно, с поправками на время. Естественно, сейчас прогоняние сквозь строй, военных лагерей и тому подобного нет. Но отрыв от реальности, мистицизм, замкнутость, подавление всего на свете. Ну, естественно, безудержное воровство. Это все признаки вот такого режима, который, с одной стороны, загнивает. И в этом смысле слабеет. А с другой стороны, именно от своей слабости становится все более и более агрессивным. Виртуально агрессивным. Ну, а во времена Александра I и реально агрессивным. Еще раз говорю, сквозь строй прогонять это как? Виртуально вполне реально. Вот путинский режим, очевидно, относится к разряду вторых. Режимы, в которые, с одной стороны, загнивают. То есть теряют возможности для хоть какой-то самореализации. С другой стороны, поступать с амбициями ничуть не собираются. И эту вилку, эти ножницы, это противоречие, они заполняют ужесточением маразма. Маразм крепчал, и танки наши быстрые. Вот это вот, несомненно. Мы сейчас, по-видимому, получим такую думу, какую еще не видывали. Думу крайне реакционную, думу абскурантистскую, Думу абсолютно черносотенную и так далее. Это вот первый момент. Значит, того, что государство от времени становится не смягчается, а наоборот ужесточается, по крайней мере, виртуально. Второй момент. Россия не существует изолированно. Да, для правоверного российского демшиза, там на Западе свет, здесь в России тьма, а кто там сомневается, тот сам есть тьма, агент Мордора и платный или бесплатный агент администрации президента. Но это не совсем так. На Западе происходят сейчас очень быстрые и совершенно неожиданные процессы. Вот сегодня там какие-то 120 американских генералов написали, что Байден старый маразматик, его надо в дурдом отправить. Несколько дней назад аналогичное открытие сделали французские генералы, про Макрона, соответственно. Нетривиальное поведение. Совершенно необычные вещи происходят с ковидом. Многие считают, что это жесточайшее попрание гражданских прав. Ну, естественно, это делается ради людей, но ведь все действуют всегда ради людей. А ради кого действовал Гитлер там или Сталин? Ну вот Иван Грозный, говорят, действовал просто ради себя, и то не факт. Нерон, да, ради себя, но Нерон – это приятное исключение. А обычно ради людей стараются. Все для блага человека, все во имя человека. Вот, короче говоря, режимы на Западе, на святом, демократическом, белом, как, значит, снег Западе, эти режимы находятся в состоянии бифуркации. Я совершенно не склонен говорить, что у нас имеет место уже политкорректный фашизм, тоталитарная политкорректность. Многие, как вы знаете, эти термины употребляют, я не сторонник таких острых терминов. Но цензура, конечно, есть. Значит, шаг вправо, шаг влево, побег, расстрел на месте – это есть. Целый ряд, значит, политкорректных норм – это есть. Кстати, Яковенко гневно там возмущается, еще один из признаков фашизма, что вот в России гомофобия. Это неправда. В России нет никакой гомофобии. Масса людей открыто говорят, что они педерасты. Ну, например, вот Антон Красовский. И ничего вроде жив-здоров, работает на госканале, проклинает, значит, иностранных агентов. В отдельных регионах есть? В отдельных регионах есть. Так в отдельных регионах в России много чего есть. Что, кстати, тоже крайне нетипично для тоталитарного государства. В отдельных регионах есть, а в отдельных нет. Есть в России и всем известные гомосексуалисты. Там Филипп Киркоров, например. Да, он о то открыто не говорит, но это, как говорится, факт общеизвестный. И вроде ничего, жив-здоров. Наконец, несколько лет назад, 10, 15, 20, в самой Европе, в просвещеннейшей Европе, были законы, преследующие за гомосексуализм. Великого математика Тьюринга погубили таким образом. И отнюдь не в России. Значит ли это, что Европа была фашистской? Но это, я думаю, слишком сильное утверждение. А вот на Западе, где разрешены гей-браки, там действительно имеет место довольно агрессивная гей-пропаганда. Может быть, это хорошо, так сказать, демократично. Может быть, это нехорошо, навязывание неких стереотипов большинству населения. Но в любом случае, процессы на Западе происходят необычные. А поскольку Россия полностью зависит от Запада, и материально, и духовно, но перерабатывает это по-своему, то, конечно, и в России разные интересные процессы могут ускоряться, усиливаться, меняться. Ну, например, возьмем 80-е годы. Золотой век западной демократии. И у нас был Горбачев. Или, например, 30-е годы. Нацизм в Германии. А у нас был сталинизм. Да, сталинизм был раньше, это правда. Но после прихода нацизма он, как говорится, дополнительно заматерел. 37-й год и так далее. То есть, в значительной степени это сообщающиеся сосуды. И если представить, что в западной цивилизации будут большие, очень большие, бифуркационные процессы, то, вне всякого сомнения, они будут и в России. Отнюдь не калька с Запада, разумеется, но влияние окажут. И в связи с этим, вот последний любопытный и открытый вопрос. Да, в России нет фашизма гитлеровского образца. Такого фашизма, который проклинает и с которым активно борется большое количество ворчунов, брюзгов и прочих бесстрашных оппозиционеров, которые ждут, не дождутся, что их арестуют, посадят и так далее. Его в России нет сегодня. Сегодня. Будет или нет? Вот это вопрос интересный и открытый. У Пушкина есть такое стихотворение «Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным наконец». Так вот, будет полным или нет? Появится это скрепа или нет? Будут ли усиливаться тоталитарные, вот серьезные тоталитарные элементы или нет? Попросту говоря. Война, массовый террор, полиция мысли. Вот три основных элемента, серьезных, которые позволяют говорить, что перед нами не Ульманис, Пилсудский, Салазар или президент Республики Средней Азии, а перед нами Сталин, Мао, Полпот, Гитлер и так далее. И священный гнев Яковенко вполне оправдан. Вопрос неясный. Молчит наука. Вопрос открытый. Я до сих пор думаю, что ничего подобного в России не будет, потому что если в течение 22 лет, что Путину власти, этого не произошло. Если идеологию, ни из какого дерьма свалять так и не смогли. Если энергетики нет, и придумать ее невозможно, а на одном запретительстве и на борьбе с ворчунами из интернета энергетику не сделаешь. Мне кажется, что при таком раскладе вот это вот завершение, закрытие гештальта, завершение пазла невозможно. Но я бы расчленил эту тему. Первая война. Экспансия. Внешняя военная экспансия. Нет. Этого не будет, потому что это физически невозможно. За 22 года Путин провел войну в Грузии, о которой вспоминал Яковенко. Кстати, вспоминал опять неправду говорю. Из его речей следовало, что Путин напал на Грузию. Но тут уж надо бы, Игорь Александрович, как-то со своими европейскими учителями определиться. Европейская комиссия определила, что не Путин напал на Грузию, а совсем наоборот Грузия вторглась в Южную Осетию. Вот, может, европейцы ошибаются, я там не был, ничего сказать не могу, но мнение вот такое. По крайней мере, вопрос не ясный. Я тогда действительно ошибся, это правда, я свои ошибки всегда с удовольствием признаю. Я думал, что этой нелепой драки не будет. Драка получилась, ничего не дала ни той, ни другой стороне. Южная Осетия, как еще при Ельце, не стала отделенной от Грузии, так и осталась. Ни одного лишнего сантиметра Россия не приобрела. Но такая склока была. Затем бескровная крымская история, которая была очень выгодна для Путина и дала ему огромный профит. Не только рейтинг взлетел до небес, это само собой. Но он намертво приковал к себе Россию. Запад не признает аннексию Крыма. Россия никогда не согласится, естественно, Крым отдать, а тем более сами жители Крыма, хоть их режь на куски, никогда в любимую Украину не пойдут. Поэтому главное достижение Путина, оно всегда при России и останется, ну пока Россия есть. А следовательно, Путин себе таким образом историческое и политическое алиби обеспечил. Ну и третья заваруха, это вот в Украине, 2014-2015 год, которая как раз показывает размеры путинской внешней экспансии. Небольшие размеры. Он тогда заскользил, как берлевск трамваю, замахнулся, но ухватился за поручь и не удержался. Когда пошли крики про русский мир, эта вот нога заскользила по маслу прямо под трамвай истории. А когда вдруг все кончилось, и весь русский мир ограничился несколькими районами Донецкой области, то это вот поручень, за которой Путин ухватился. Была бы идеология, не ухватился бы. Влез бы дальше, стал бы объединять русский мир. Нет идеологии, остановился. Поэтому внешняя экспансия, это исключено на 100%. А внутреннее ужесточение, да, оно, конечно, имеет место. И оно, конечно, будет. Весь вопрос только в размере. Мне кажется, что этот размер не дойдет ни до массового террора. И Игорь Александрович может спать спокойно и спокойно проклинать Путина, и даже спокойно проклинать меня. Ничего страшного не случится. Массового террора не будет, мне кажется, потому что, опять-таки, на это нет ни идеи, ни драйва, ни окоенства. А вот точечный террор, да, эти точки, точек будет больше. Но это принципиальная разница, когда они справедливо хватают, сажают отдельных людей, и когда снимают слои, ведут огонь по площадям. Это совершенно разные вещи. Вот, что касается попыток полностью контролировать все, то есть, вот, тоталитарная, значит, тоталитарная технология, я думаю, что это технически сегодня достаточно сложно, Россия для этого недостаточно развитая страна. Вот, при желании, наверное, в Соединенных Штатах это можно в большей степени делать, а в России в меньшей степени. Вот, поэтому мне кажется, что путинский режим будет оставаться в состоянии полу, полу, как сказал Пушкин, будет кружиться на месте, хватать себя за хвост, изображать, значит, очень страшных Фредди Крюгеров в студии Жириновский и Соловьев, но к реальным действиям, как в плане внешней экспансии, это абсолютно невероятно, так и в плане внутреннего массовидного террора, тоже, мне кажется, не перейдет. Короче говоря, если на клетке написано Лев, а в клетке сидит Осел, то, по-видимому, надпись не совсем правильная, хотя в пропагандистских целях очень даже выгодная. Вот, собственно говоря, то, что я хотел, прошу прощения, так долго рассказать, но тема, мне кажется, действительно интересной и тема открытая. Размеры внутреннего ужесточения на сегодняшний день, мне кажется, не ясны. Возможно, варианты. Хотя, вот, наиболее вероятный вариант я, как умел, изложил. Да, я надеюсь, петь, прощай, дорогая Лючия, нам не придется. Дискуссия, это всегда хорошо. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Уважаемый Игорь Александрович, ждем от вас ответа. Как слышали. Большое вам спасибо, большое спасибо, Леонид Александрович, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова